Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзоры от Паблита. В сегодняшнем обзоре мы поговорим с вами о выносных кнопках для фонарей Armitek, для чего они нужны, какие они бывают и давайте начнем. Итак, все вы знаете, что узкоспециализированные решения стоят дорогих денег. Это касается и оружейных фонарей специализированных, и легче купить каждодневный или поисковый фонарь, который можно использовать в повседневной жизни. И при необходимости, при помощи оружейного крепления или выносной кнопки, это решение установить на оружие, и данный комплекс будет работать не хуже, чем профессиональное решение, оно будет стоить дешевле и позволит вам пользоваться отдельно фонарем. Итак, что из себя представляет выносная кнопка? Это решение состоит из крышки батарейного отсека, в которой полностью повторяет контактную группу, затем шнура, шнур может быть витой, длинный или короткий, и, собственно, контактной части кнопки, в которой при нажатии происходит включение фонаря. Как это выглядит на фонарях Armitec, вы видите. Фонарь у вас находится, допустим, ближе к цевью, а сама кнопку вы можете крепить возле пистолетной рукоятки или на цевье, где вам удобно, и не отрывая руки от оружия, управлять им и подсвечивать нужную цель. Также у фонарей Armitec есть две разновидности кнопки. Это старая, видите, у нее контактная группа немного другая, на пружине одета контактная площадка, и новая, унифицированная, где контактной площадки нет. Просьба не путать, новая кнопка не подойдет к старым версиям фонарям, и, соответственно, старая кнопка к новым. Но при этом у кнопок этих контактной группы служат эффективным буфером отдачи, который вместе с аналогичным решением в головной части фонаря служит для, как я сказал, для эффективного гашения отдачи, для того, чтобы не был разрушен элемент питания. У элемента питания, кроме всего прочего, есть, надо не забывать, плата, которая отвечает за то, что литиевой источник питания не будет переразряжен. Также есть драйвер, вы видите его, плату зеленую. И не забывайте, что источник питания достаточно тяжелый, во время стрельбы происходит смещение веса под действием отдачи, и если не будет соответствующих жестких пружин, то источник питания и драйвер фонаря будут разрушены в других фонарях, но не в Армитек. Они это предусмотрели. Также, чем интересны новые кнопки, что они подходят ко всей линейке. Раньше этого не было, теперь выносную кнопку нового образца можно поставить и на флагман дальнобой, барракуду, и поставить его, допустим, на тот же пулемет или что-то еще дальнобойное, обеспечить порядка 600 метров подсветки. И все это будет работать с выносной кнопкой. Как крепится выносная кнопка на оружие? В комплекте идет липучка текстильная с двухсторонним скотчем. Вы снимаете, скотч типа папа наклеиваете на кнопку, предварительно обезжирив ее, а скотч типа мама на то место, где вам удобно. Благодаря такому расположению липучки вам не будет царапаться рука. И при необходимости вы ее приклеиваете к цевью, и кнопка не скользит и остается на том месте, где она должна быть. В целом, очень интересное решение. Вот, это я унификации резьбы фонарей Армитека. Теперь барракуда, викинг, предатор. Все эти фонари могут работать с таким нужным и интересным аксессуаром, как выносная кнопка. Как я сказал, что кнопки выпускаются двух видов, с коротким и длинным шнуром. Это уже вам, как конечному пользователю, удобнее. Единственное, не перепутайте, какого типа у вас фонарь. К старому фонарю идет старая кнопка с накладкой на пружину. К новому фонарю идет кнопка с пружиной без накладки. Пользуйтесь, получайте удовольствие от качественных изделий. Читайте обзоры, оставайтесь с нами. Мы всегда порадуем вас новыми новостями. Спасибо и всего вам самого наилучшего. До новых встреч!